Взаимодействие между людьми на Востоке решили спрятать внутри боевого искусства, внутри телесной практики. Не случайно всю философию решили спрятать в тегу, потому что телесная практика проживания в теле вот этих глубоких принципов, научных в своей основе, просто наукой требует. Проживание принципов как бы взаимодействия друг с другом и с природой в себе через тело, то есть это цикун и мягкие боевые искусства, единоборства, это стоит попробовать хотя бы потому, чтобы получить опыт непосредственного переживания всех этих древних принципов. То есть попробовать их прожить, попробовать в них поиграть, ими позаниматься, обогатить свой как бы внутренний мир телесным опытом этого, а потом возможно обогатить свой вот интеллектуальный факт, какой мир именно обсуждением этого опыта. Потому что повторюсь, да, то есть мы живем в такое время, когда вот культуры встречаются, и видно, что у каждой культуры есть потенциал большой, да. То есть в данном случае мы видим, да, что цикун, да, это крутая тема, крутая наука, чтобы нашу маню личную, да, соединять с природой, то есть быть в единстве с природой. И цикун помогает проживать, и ощущать, и с бесконечным ресурсом природы доходить контакт. Вот. А боевые искусства, как бы, они напоминают нам, что мы живем в конфликтном мире, но конфликтовать нужно культурно. Да, то есть, как бы, весь мир все-таки держится на том, что конфликт не говорит о взаимном уничтожении. Конфликт говорит о столкновении интересов, и боевые искусства нас учат решать это, так сказать, по, как так, по мудрому, да, то есть, чтобы все остались целы, участники конфликта и могли дальше развиваться. То есть, собственно, об этом же, да, философии на этих напорствах, что любимое моё искусство душо, оно вообще говорит о том, что не нужно повреждать человека, да, нужно, как бы, попробовать нарушить его равновесие, и это позволит ему работать дальше по собой, вот, и защитить своё равновесие, свою позицию. Но при этом все целы, конечно, должны оставаться живы-здоровы, счастливы и богаты, да. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш разговор с Владимиром Сидоровым, мастером Цикун Эти Цуай, автором книги «Сказ людей Егора Потоков». Ищите её в интернете. Описание я сделаю там, где можно её приобрести. Занимайтесь боевыми искусствами, изучайте. И такой совет, чтобы слова не расходились с делами. Но чтобы они всё время перемешались, да, перемешались, чтобы они всё время слова и дела, чтобы друг другу помогали, да, то есть от себя я что-то напомню. Делайте при вам, да, в своём путешествии обсуждайте, да, свой путь, используйте Цикун, боевое искусство на благо, да, своё и всех живых существ. Да, спасибо большое. Всего доброго.